Собираться на обсуждение за столом не только дома, но и на работе для Зверовщиковых привычное дело. Сразу три представителя этой семьи трудятся в Пензенском государственном университете. Профессор кафедры технологии и обработки металлов признается, пойти по другому пути было трудно родителям педагоги. Старший брат закончил политехнический институт в Пензе. Ну и по его стопам, собственно говоря, я тоже поступил в 1968 году. После окончания золотой медалью школы поступил уже на первый курс механико-технологического факультета Пензенского политехнического института. В 1973 году я с отличием закончил его. В 26 лет защитил кандидатскую диссертацию, а затем и сына повел по своим стопам. Я все-таки посмотрел на своего отца, я посмотрел на своего дядю. Двоюродный брат тоже, мы дружили, общались. Но это все как бы на меня повлияло некоторым образом. У заведующего кафедры технологии и оборудования машиностроения была возможность поступить в свое время в ГИТИС. Но и здесь наследственность одержала победу. Отец у меня очень серьезный конструктор, более 60 патентов. Подавляющее большинство из них внедрено. Владимир Зинович серьезный и крупный ученый, которого знают в стране, с большим количеством защитившихся учеников, с огромным количеством научных трудов и патентов. Поэтому, собственно, деваться-то мне было некуда. Александр Зверовщиков считает, что его миссия как педагога состоит в том, чтобы обеспечить страну квалифицированными инженерами. Несмотря на то, что сейчас большой популярностью пользуется IT-сфера, прежде чем запрограммировать железо, его нужно спроектировать и собрать. Еще одно важное направление – разработка новых технологий и оборудования. Мы разработали технологический процесс, который позволяет получить порошок с размерами зерна от 2 до 4 микрометров сферической формы. Это позволяет изготавливать из него высокоплотные, беспористые структуры как для конструкционных деталей, так и для деталей инструмента. К слову, стенд, на котором сейчас проводят испытания, тоже разработали в ПГУ на основе существующего станка. Пять патентов на него уже получено, еще на три поданы документы. В насыщенном графике научных работников находится время и для творчества. Когда выдается свободная минута, они собираются большой семьей и поют под гитару. Что же за этим последует? Да будет январь. Будет январь, вы считаете, да я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот старинный с картинками в юге букварь. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ